Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв. Сегодня четверг, 29 сентября, время 22 часа, 2 минуты, и мы проводим очередной эфир, день 218 с Алексеем Арисовичем. Алексей, рад тебя видеть. Добрый вечер. Нас больше 170 тысяч смотрят, 30 тысяч поставили лайки, и, как обычно, у меня всегда просьба к вам, пожалуйста, распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Ну и по возможности сразу же подписывайтесь на канал Фейгин Лайв. У нас немного не хватает до 30 тысяч, 9 сотни тысяч после миллиона, так что подпишитесь, ну и, конечно, на канал Алексея Арисовича, в описании к этому видео, по его имени вы можете пройти и подписаться на него тоже. Ну что же, приступим тогда к обсуждению. Потому что происходит, как обычно, вернёмся к обсуждению в целом обстановки на фронте общей. Вот у нас есть несколько вариантов карты. Вот сегодня такая новенькая, с тремя цветами, мне кажется, для разнообразия очень подходящая. Давай обсудим, что вот здесь происходит в районе Лимана и всего дальше. Очень оптимистичная карта. Как бы, ну да, выглядит она, конечно, завораживающе. Ну хорошо, допустим. Допустим, в таком варианте. Значит, Редкодуб мы признали, Новая АП мы признали, Зелёную долину признал противник, но он ещё признал колодези, видите, там ниже. Значит, сегодня были сообщения российской стороны про Заречное и про Ямполь. Наш гештаб не подтверждает этого, но в любом случае картинка ясна, да, куда дрифуют. Как бы, и чем это закончится для группировки «Подлиман». Значит, по некоторым данным, кадровые оттуда успели выйти, там оставили мобилизованных два батальона и, не помню, какую там бригаду ЛНР, ДНР, которые там, ЛНР, которые героически сражаются. Это может быть информационной, детальной информационной борьбы. На самом деле, могли не успеть выйти они там, эти кадровые, или часть осталась, так что и кадровые тоже попадут. Хотя кадровые, честно говоря, так воюют, что окружить даже мобиков, так называемый ЛНР, по-моему, сейчас более важная задача и более перспективная и успешная, чем кадровых там где-то сажать. Ну, вот такая история. Теперь смотрим Белогоровка при Золотаревке. Нарисована страшная стрелка на Кременную. Не подтверждает наш гештаб пока этого, но опасения наших противников как раз они вот кладутся. Состоят в том, что мы как раз выйдем в Кременную. Таким образом, двойное кольцо окружения, а дальше там вот куда. Куда мы побежим, непонятно. Результат для этого всего будет один. Примерно треть Луганской области будет снова под Украиной, несмотря на браворные обвинения. Обвинения, вернее. Браворные рапорта два месяца назад о том, что мы тут все уже захватили, и она никогда, никогда больше не вернется в состав Украины. Помните, такие заявления были? Навсегда отвоевали, да. Ну, вот отвоевали, да. Немножко. Вот, кстати, на Дипстейте давайте посмотрим, там выглядит все гораздо романтично. Да, сейчас мы посмотрим, вот теперь у нас Дипстейт. Дипстейт не признает движение на Ямполь, туда и так далее, и на Заречное, в отличие от той карты, но и того, что нависает сверху, вполне достаточно. Напоминаю, что единственная дорога, по которой идет, вот, дорога за Речный Алиман, по которой идут поставки со стороны Сватова, она давно под огневым контролем, уже больше двух суток. То есть там расстреливают машинное снабжение и те, кто пытается отходить. Тут уже все понятно, и это невеликий секрет, даже, как бы, уже в открытом... Даже то, что сообщает наш генштаб, уже там по измерению расстояния понятно, кто в какую игру играет, и чем она кому пахнет. Ну вот, мы видим, что по этой карте, обсуждаем только карту, напоминаю, это неофициальная информация, мы обговариваем то, что мы видим по карте, то, что сообщают наши противники, что расширяется вот этот вот фронт от Белогоровки до Спорного. Он еще три дня назад выглядел иначе, пять дней еще больше. Как бы наши втиснулись туда двумя клинями, судя по этой карте, а теперь его расширяют, да, расширяют. Там некоторое время противная сторона хвасталась тем, что мы продолжаем удерживать отдельно населенные пункты, не сдаемся. Но мы все понимаем, да, что означает расширение на карте. Никто уже не удерживает никакие населенные пункты, и все уже сдались. А кто не сдался, мы не виноваты. Теперь идем, смотрим дальше. Бахмутовская. Как мы видим, увеличивается серая зона от Бахмута. Видите? Немножко вот это серое. Есть розовая, есть беленькая под нашим контролем, есть серая, за которой идут бои. Так вот, она незаметно, если внимательно посмотреть, расширяется. Опять же, это карта. Это неофициальные сведения. Она расширяется, и в стрелочах стало поменьше, и в некоторых местах немножко отодвинулась. Сильно советую вам сравнить с зипстейтом трехдневной давности. Я не буду говорить, потому что это не положено. Генштаб просит мне называть направление, но кто хочет, может сравнить и понять, что в двух местах минимум мы их отодвинули. Я вижу еще и третье, на самом деле. Когда Генштаб объявит это, мы задним респективным числом сможем восстановить ход кампании. Как это было? Где отодвивали? У нас мы на карте показывали. То есть, у нас это прояснится история. Пока, к сожалению, мы действуем по принципу, или к счастью, мы действуем по принципу «не навреди», поэтому стараемся не вредить. Но и совсем без информации вас тоже оставить нельзя, поэтому полунамеками говорим. Полунамеки – это не потому, что мы такие загадочные с Марком. Что мы решаем дилемму «не навреди», и дилемму вам что-то прояснить, дать понять. Ты можешь подтвердить гибель вот этого так называемого командира ЧВК Вагнера? Забыл его фамилию. Нагин или Агин? Ну, это пока на уровне слухов. Это не подтвержденная информация, поэтому пока не заявляем. Не заявляем. Ну, вот у нас был командующий армии Мордвинов, российской восьмой, которую мы похоронили то ли в марте, то ли в апреле в очередной Чернобаевке, а сейчас его СБУ объявило в розыск. То есть, он оказался живым. Так тоже бывает. По одной информации погиб, по другой оказался живым спустя какое-то время. Так что это туман войны, здесь ничего не сделаешь. Иногда это может выясниться спустя несколько месяцев. Так, южнее Марьинки. Видели увеличилась серенькая зона в направлении Новомихайловки? А нет, было такого еще несколько дней назад. Хорошо. В районе Угледара пропала стрелка, атакующая с российской стороны. На Угледар. На Павловку. А была. Это все признаки небольших, но очень перспективных перемен, которые в российских чатах отражаются, как панические возгласы, предложение крепиться, держаться и ждать помощи, не пойми откуда. Так, ну, надо сказать, что сегодня, как вчера, как и позавчера, день довольно жестоких обстрелов. Досталось и Днепру, особенно досталось Николаеву. Там дневной прилет кассетного боеприпаса. Погибшие люди на остановке. Напоминаю, Черниговская, Сумская, там тоже идут обстрелы, как ни крути. Значит, у нас Херсонская. Херсонская, в принципе, по большому счету ничего не поменялось. Идет огнемое воздействие на противника. Уничтожаем склады, уничтожаем скопление живой силы, техники. У нас белорусское направление снова стало актуальным. О нем нужно говорить. Как о нем нужно говорить? Значит, на уровне слухов, на уровне оппозиции белорусской, на уровне первичных данных, которые нуждаются в проверке, Беларусь готовится к приему вооружений, военной техники и личного состава. Мы слышали эту информацию. Насколько она более или менее выглядит подобной? Вероятно, причем вероятно с таким хорошим коэффициентом этой самой вероятности. То есть, может быть, что под Гомель они опять соберутся и попытаются там что-то изобразить на Чернигов и Киев. Ходят слухи, упорные слухи, что Путин до этого самого, до сжимания ягодиц, хочет повторить наступление на Киев, понимая, что войска уже непрофессиональные, надеясь задавить количество. Ну, мы понимаем. Если мы за месяц перемололи суперпрофессиональные части, что будет с мобилизованными? Тут вопрос и главная интрига с Беларусью. Будут ли обстрелы Беларуси? Да, да. Я думаю, что мы терпеть не станем в этот раз, ожидать очередной бучи, очередного Гастомеля, навалы этих мобилизованных и так далее. Почему-то мне кажется, опять же, это неофициальная информация, мне так кажется, что соплей никто в этот раз разводить не будет уже всё. Ну, то есть, опять же, это неофициальная информация, мы просто её обсуждаем. Означает ли это, что Коленьке и его папе стоит обеспокоиться и о собственной судьбе, о собственной безопасности? Им следует подумать о том, как делись в идиотские авантюры. Нет, просто они будут говорить, ведь как, его папе будет говорить, это не я, это вот они, я что могу сделать? Они пришли, вот идут с территории Беларуси. Тогда хорошо, возьмём выше. Беларусы не понимают, точнее, беларуское руководство нынешнее, прости Господи, таковым себя называющее и, увы, осуществляющее эффективный контроль над Беларусью, над государственной машиной Беларуси не понимает одной важной вещи, что пресловутое ядерное оружие, если до него дойдёт, Путин может попытаться использовать его территории. Ну, типа, а это не Россия, как бы, да. А это не я. А, да, это не я. Лукашенко говорит, это тоже не я. Ну, вы там разбираетесь, кто, а мы тут ни при чём. Ну, как, надо же понимать, что и ответ будет по Беларуси. Да, конечно. И это никакими словами мы тут ни при чём, и мы отчаянно сопротивляемся по улице путинской мобилизации и беларусскому народу это не нужно уже, как бы ничем, причём ответ может быть не только украинский. Вот и подумайте, нужны ли вам войска Путина, и что с ними нужно сделать, и может их просто не пускать туда, чтобы они ничего такого не применяли и не делали. Но он же, возможно, пытается то ли на Запад, то ли в Киев передать какой-то типа я-не-я. Он же всё время делал подобные пассы в сторону Киева. Я имею в виду Лукашенко. А что я могу сделать? Он пытался, но там неумолимая логика войны вступит. А если будет применена тактическая ядерная, то она будет такая неумолимая, что просто дальше уже некуда не умолять. Понимаете? А там уже всё пойдёт в щебень просто перерабатываться, да, и уже будет пофиг абсолютно кому к чему и как. Я вот сильно намекаю, чтобы... Да что намекаю? Прямо говорю, не открывайте этот ящик Пандоры, вам это не надо. Да, и мы добавляем, Сашенька, Сашенька, ты можешь пострадать прямо в своей резиденции. Где окажутся яйца, где усики, ты же их не соберёшь потом вместе, поэтому не стоит этого делать. Страшные мечты про то, что они сейчас побегут через Житомирскую и Волынскую область, там радостно наступать, а не только на Киев. Сразу говорю, дорогие ребята, официально сообщаю, там всё не так, как 24 февраля. Там вас ждут с большим нетерпением. Химарцы, 155-митровая артиллерия, как это, отмобилизованные и очень злые войска и добрый край традиций УПА. Где в каждом доме помнят, как это делать. И поэтому сильно не советую надеяться, что вы внезапным ударом с подкрутом где-то что-то как-то... Напоминаю, что там сейчас вдоль границы идут наши учения. Учения национальной гвардии, пограничникам, вооружённых сил Украины и так далее, и так далее, которые как раз отрабатывают всякие такие нехорошие сценарии. Мы готовы. Не делайте глупости. Вам они не нужны. Да. И надо сказать обязательно, что вот один раз уже на Бучу ходили. Теперь я уже обращаюсь к гражданам Российской Федерации, которых по несчастью мобилизовали. Вас обратно, как в фильме знаменитом «Разборки в Бронске», вас, вы, ребята, уже никуда не уйдёте, вас не выпустят. И я вас уверяю, что не поможет ничего и вряд ли возьмут в плен. Не рискуйте. Откажитесь. Вы поймите, у нас осталась... Никого в плен брать не будут. У нас осталась такая память, что малейшее движение в сторону Буча через белорусскую границу... Да. То есть, двигаться снова на Бучу – это худшее, что может с вами случиться в вашей незавидной судьбе. Вообще самое... И вашей очень короткой жизни. И последнее, что может случиться. Я говорю, это не просто так. Масса людей с фронта ко мне, естественно, пишут и говорят, я имею в виду из числа украинских военнослужащих, и говорят, и рассказывают, как они зачищали территорию от российских войск от Бучи. И я вас уверяю, лучше не надо. Просто не делайте этого. Ну, сами увидите. Никаких сантиментов не будет в этот раз. Вообще ничего. Будет тупо в ноль забивание. Даже под ноль. При малейшей попытке дёрнуться сразу... Когда разошли... Во всяком случае, мы об этом сказали. Потом нельзя будет звать маму и кричать, что мы не знали. Кто не спрятался. Хорошо. Замечательно. Ну, и опять же, надо понимать, что Харьковская операция, она же может быть не только Харьковской. Если нам сильно надоест то, что творится в наших границах, кто знает, как оно пойдёт. Поэтому я этого не произносил. Заметьте, это всё Фейгин провокатор. Это всё я. Нет, меня, знаешь. Я-то родом-то мои предки-то с Гомеля. На секундочку. Так что я как бы... Я с удовольствием вернусь так сказать в освобождённую территорию. А мои предки родом вот в Северной Минске, например. Вот видишь как? Значит, не чужая нам земля, не чужая, народ не чужой. Вообще братский народ придётся спасать, видимо. Если так дальше будет продолжать. 416 тысяч нас смотрят, больше 100 тысяч поставили лайки. Подписывайтесь на канал Фейгин лайф и на канал Алексей Аристоевич. Ну что, мы перейдём к международной повестке, чтобы ответить всё. Значит, действительно, действительно, несмотря на все разговоры, сегодня, действительно, я читаю, Сенат США доприл законопроект о продолжении финансирования правительства, включающей 12,4 миллиарда долларов дополнительной помощи Украине. Так, и что же? Это как вопрос о той линии, которую мы три дня разбирали с твоей подачи, с подачи наших любимых зрителей о том, что да будет ли увеличение в ответ на эскалацию со стороны Российской Федерации. Вот. Денюшки. Денюшки. Денюшки 7,8 на оружие, а остальное на поддержку. 7,8 на оружие, это знаете ли, это вот для радостной встречи всех этих, желающих повторить бучанскую операцию. Да и во всех других местах. Я хочу вернуться к вчерашнему, мне масса людей написала, со ссылкой на статьи, это западные, источники о том, что, типа, раньше не радуйтесь, вот эти 18 хаймерсов, которые мы вчера обсуждали, типа, это по срокам будет растянуто. Что это не будет вот одномоментно, хотя, честно говоря, мы все ждали именно этого, это единственное средство противодействия, значит, этой мобилизации, ну, не единственное, а важное средство противодействия, увеличение парка РСЗО и так далее, а вроде как это, типа, полтора года будет растянуться. Возможно, причём ссылка идёт на анонимный источник Пентагонии, но мы такое уже видали, мы такое уже видели, поэтому, ну, как-то, я вот скепсисом отношусь, потому что, а кому нужны будут через полтора года? Они через полтора будут нужны, ну, давайте мы сделаем так, внимательно смотрите за моим лицом. Да, давайте. Через полтора года. Понятно, хорошо. Точнее, в течение полутора лет. В течение полутора лет, то есть, завтра. Ну, понятно, всё равно это вполне соответствует. Хорошо, с этим тоже разобрались. Вот смотри, с учётом вот этого обстоятельства важного, какие средства просто критически важны, вот разберёмся с учётом, они говорят, что чуть ли не первые 100 тысяч уже собрали, якобы западная пресса пишет, что 100 тысяч. Да, 100 тысяч собрали. Это может быть... Нет, собрали, собрали 100, 100 собрали, под 100. Под 100, да, под 100, но плюс-минус 10, 20, не играет роль, но вот 100 собрали. А какие дополнительные средства Западу нужно предоставить, чтобы вот того, чего нету, да, я понимаю, всё нужно, но вот резко нужно для того, чтобы противодействовать системе 100 тысячам мобилизованных? Резко нужно побольше артиллерии. Именно артиллерии? Именно артиллерии, Ну, Хаймерсы, мы уже видим, артиллерию там на 2. Да, про Хаймерсы мы уже говорим. Артиллерию умножить на 2 или хотя бы на коэффициент 1,5, и вот будет... Сколько это должно быть в количестве? Штук 200 гаубиц ещё. 200 гаубиц? Позволяет осуществлять манёвр силами и средствами и так далее. Нам там... Это 200 нормально. 200 мы решим все свои задачи. 200. Нас, надеюсь, слушают представители тех, кто принимает решение о выдаче Украине этих 200 гаубиц. Было бы логично, что 200 гаубиц? Да. А бронетехника? Ну, это уже, если совсем мечтают, то танки, бронетранспортеры, но это, конечно, всё очень хорошо. Но в первую очередь, артиллерия. Если хорошая артиллерия, и пешком можно много дел сделать хороших в пехоте. Хотя бронетранспортеры и танки никому не мешали. Вот нет артиллерии и танки с бронетранспортерами начинают пробуксовывать, знаете ли, без артиллерии. Артиллерия, 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 артиллерия. Вот сейчас Хаймерсы в течение полутора лет дадут, на артиллерию хотелось бы побыстрее и в большем количестве. Снаряды, что характерно дают? Дают много. А вот стволы хотелось бы, да, еще как бы там. Ну, как это, может, уговорим, наконец-то, кто их знает. Ну да. Так, давай сейчас вот в канун завтрашнего дня, 30 сентября, где будет в 15 часов, они торжественно подпишут. Там, я так понял, даже клоунов пригласят. Вот этого, как ты его назвал, Спермаусова, да? Так они же выложили фотку коллективную, как они радостно прилетели. Прилетели в Москву уже. Да, и Балицкий, и вот этот Шмалецкий, и вся остальная перхоть, они собрались уже, значит, в Москву, завтра будут на этом подписать. Но мы такое видели, напомните, 22 февраля, когда признавались вот эти самопровозглашенные ДНР, ЛНР, там присутствовали небезызвестный всем МММщик, вот, и, значит, пасечник тоже был. Соответственно, они изображали подписантов. Вот сейчас они, значит, входят в состав Российской Федерации, и одновременно с этим будет проводиться РНБО в Киеве, проводит президент Зеленский, и то, и другое ты нам опиши. Как они комбинируются, эти события, и чего ждать от одного, от другого, и что вытекает одно из другого и втекает обратно? Ничего, ничего не втекает. Завтра вечером мы как раз, у нас будет о чём поговорить. Мы же не знаем, какие решения будут приняты сторонами, правильно? Посмотрим. Нет, уже Москва уже однозначно. Нет, там, смотря как их подать, с чем ещё, что добавить и так далее, и так далее. Очень важные акценты, конкретный текст и так далее. Сразу будет понятно, по какому сценарию пойдёт. Напоминаю, что сценарии для России сейчас очень простые. Северная Корея. И тогда 60% этих ужимок это для внутреннего пользования. А присоединение территории это чтобы, так сказать, подвести итоги операции и продать народу, что мы не зря тут умирали и вас не зря мобилизовали. Вот. Есть ещё сценарий, грубо говоря, центральный вопрос, который нас интересует, будут ли они продолжать наступление всеми этими мобиками с этих типа «присоединённых территориях». Кавычках. Вот. Одно дело, когда они продолжают наступать, одна история, другое дело, когда они только обороняют, это другая история. Да, конечно. Вот это центральный вопрос. И завтра к вечеру, в зависимости от того, как они это всё скажут и какие телодвижения совершат, мы можем уже иметь, если не ответ, то намётки к ответу черновика. Пока непонятно. Пока мы как раз в зоне, когда мы не можем сказать, по какой вилке пойдут события, по какой линии. И ничего уверенно предсказывать нельзя, потому что сейчас как раз точка выбора. Они всегда говорят одно, делают другое, думают третье. Это что же? Понятное дело. Но мы же кроме того, что будем анализировать речь, мы будем анализировать реальное телодвижение, которое по какой-то странной случайности мы обычно знаем. Мы с тобой. Второй момент заключается в том, что, соответственно, наше сценарное планирование будет такое, такое или ещё какое-то третье. Правильно? И мы тоже увидим, в зависимости от заседания, итогов РНБО, потому что сегодня уже прозвучали слова, что там будет фундаментальная для Украины речь, вещи приняты. Президент сказал, что он только что обратился и сказал, что вы не надеетесь, они ни пяди нашей территории не заберут, у них это не получится. Ну, анонсы громкие с обеих сторон, посмотрим, что будет. Сейчас говорить, как бы не хотелось, наполнить эфир, ну, неразумно, потому что мы в точке выбора, нельзя предсказать, куда мы идём. Центральный вопрос всё тот же самый. Кто будет наступать? Или будут наступать обе стороны? Тогда будет встречная боя. Встречные бои. Тоже такой вариант. Но пока наступает Украина, а про них мы слышим, что они собираются наступать... Да, ещё один вопрос для Украины звучит так принципиально, и для России в том числе. А меры, которые предпринимает Украина, насколько, как, тесно и как далеко связаны с Западом, с позицией Запада в отношении аннексии. Это тоже крайне интересный вопрос. Но первое мы видим... Давай, Решукром. Давай, Решукром. Означает ли это... Что будет делать Запад, когда по результатам аннексии, потому что ему нужен физический факт, ну, как юридический, в кавычках юридический факт, информационный факт, и тогда они начнут принимать меры по факту. Предполагает ли это то, что Москва может пробросить Западу кость про то, что мы готовы остановиться на том, что статус-кво занято, то, что мы объявили своим, а вы убедите Киев в том, что это и есть точка, за которой можно договориться? Могут попытаться, но мы не остановимся. Ну, да, понятно. Нет, ну, во всяком случае, лучше это обговорить. Смотри, уже Путин начал икрометать. Я бы так это назвал, потому что... Чёрный или красный, или щучий? Или жабьей, да? Даже для моего эфира это было бы тумачо, я помолчу. Значит, вот я зачитываю на одном из телеграм-ресурсов, я зачитываю кремлёвские ресурсы. Почему? Потому что всех будут говорить, что мы только про себя, мы такуем, значит, на своём. Понятно, что мы его хотим повесить, но мы, пожалуйста, для баланса всё время я цитирую их, чтобы от противного говорить. Значит, Путин потребовал исправлять все ошибки во время мобилизации и возвращать домой тех, кто призван неправомерно. Путин призыву подлежат россияне, имеющие военный опыт, это требование должно выполняться неукоснительно. Добровольцы без повестки заворачивают обратно, но мобилизуют тех, кого не должны надо, без суеты разобраться во всём этом, заявил Путин. Что он ещё сказал? А, есть случаи, когда врачей с многолетним опытом назначать стрелками. Ну зачем? Сказал Путин. Вот я тебе скажу, как по моему опыту. Вот если он это говорит, понятно, что он отыгрывает для успокоения, для массы. Всё вот это и делать будут. Всё это делать будут, и ссылаться, Путин сказал, всё нормально, всё хорошо, но делать будут ровно то же самое, без срочной службы, без любой иной, значит, всех профессий, всех специальностей, всех возрастов, будут грести. Вот если он так сказал, всё будут делать, но сопровождать это озвучкой, как в сексе, но Путин же сказал, всё нормально, а раз он сказал, всё нормально, никого не призвали. То есть, этот отыгрыш нужен для успокоения биомассы. Понимаешь? Царю донесли про плохих бояр, и он, значит, повелел исправить. Ну зачем? Даже как это, как в «Бедном гусаре» замолвите слово. Сначала, значит, сам государь-император, услышав проект этой операции, разгневался и сперва порвал бумагу, но потом передумал и повелел склеить. Ну, вот это вот оно. Сам царь-батюшка, сам царь-батюшка, узнав про проделки военкомов, сначала страшно разгневался, но повелел склеить расползающийся российского... По существу надо просто дать понять, что это всего лишь навсего действительно попытка снять из себя ответственность. Путин часто так делает, но вроде как это не я, перегибы на местах это делают нерадивые, а вы не подумайте, мы всё разберёмся. Куда... Это же российская модель, Сталин, перегибы на местах. Это же сталинская терминология, правильно? Сталин был сияющий, были отдельные перегибы на местах. Товарищ Эренбург сначала, вернее, сначала убей немца, потом... А потом, значит, он упрощает, перегибает и так далее. Мы всё это знаем. Царь не может быть виноват, виноваты бояре. С боярами разберутся, царь с народом. Есть же три модели, знаешь, всего существует исторических. В треугольнике царь, бояре и народ существует российская модель, это царь хороший, народ хороший, бояре плохие. Существует немецкая модель, царь хороший, бояре хороший, народ плохой. И существует британская модель, бояре и народ хороший, а царь под вопрос. Британия несколько раз меняла модель. Французы, да, бояре. Французская модель тоже – бояре и народ хороший, царей вообще во Франции нет с некоторых пор. Но это чисто русская модель. Народ и всегда мог обращаться к царю на «ты», царь-батюшка. Правда, к бояринам мог, это привилегия у народа такая была. Но на этом привилегии народ исчерпывались. Но бояре всегда были плохие. Всегда. А народ всегда был хороший. Народ всегда был недопонят. Но главное было добежать челобичикам. И вот если они добежали, батюшка брови сводил и все исправлял. Кстати, ровно та же самая модель была в СССР. У меня был знакомый корреспондент «Известий», такой старый уже джентльмен. Я не знаю, жив он или нет. Он был специальным корреспондентом. Что такое специальный корреспондент? Молодое поколение не знает. Но выглядело это так, что, значит, когда приходит откуда-то из Иркутска письмо, или из Омска, или из деревни, что обидел, обижают народ, царь-батюшка повелел исправить, то ехал специальный корреспондент. У него секретарь обкома встречал вообще у трапа. Это была очень серьезная история. Реально разбирали, реально отвечали на письма трудящихся. Но только сильно легче трудящимся не становилось. Потому что система была такова, что уношение воды этим самым решетом. Но была такая практика, которая лишний раз показывает, что модель действительно такова. Не знаю, будет ли ходоки. Я бы на месте Пунина сослался бы на следующее. Сказал бы, я вот тут, значит, принял несколько простых матерей. Надо было матерей найти. Жен, которые пожаловались на беспредел военкоматах. И, значит, вот мы тут начали разбираться. Люди пишут. Народ стонет. Отовсюду мы слышим стоны. И так далее. Вот, значит, разбираемся. Этого нужна коммуникация. А в виде матерей будет выступать его охранница? Ну, хотя бы так. Надо было изобразить. Что-то он совсем старик сдал. Где же ходоки? Должны быть ходоки. Ты должен работать в архетип. Чтобы откликалась в народе. Не работает. Уже все видят, что подсадные все в основном. И это как-то отказались от этого. Наберите новых. Сделайте пластические операции. Смените Путина. Пусть охранницы будут те же, но Путин смеется. Есть же масса вариантов. Можно сменить и охранец Путин. Ну, как бы делайте что-нибудь. Не стойте. Не сидите все дни. Так. Так. Нас уже почти 490 тысяч смотрят. И больше 140 тысяч поставили лайки. Те, кто присоединяется. Не забывайте. Очень важно к этой 29-й минуте ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. И по возможности, конечно, подписывайтесь на канал Faking Life и на канал Алексея Арестовича. Это сильно двигает вперед наши эфиры. Мы это видим. Я хочу сообщить вам, что действительно поднимает не только в топ. Ну, мы каждый эфир попадаем в ютубовский топ. Но и у нас растет число зрителей из России. Не быстро, не гигантскими темпами, но по одному процентику, я смотрю, просмотры растут именно из России. Вот прям непосредственно оттуда. Что свидетельствует о том, что народ всё-таки, война к нему пришла и стали интересоваться. В отличие от предыдущих периодов всех семи месяцев, значит, а что же там на самом деле. И мы, как один из источников, не единственной, конечно, информации, российскую среду интересуем. Так что помогите и ей узнать, как можно более широкой части, особенно вот тех, кто имеет отношение к мобилизации, сами мобилизованные их родственники, что вот такие эфиры есть. И если они нас послушают, то, глядишь, может быть, умнее станут. Вот смотри, дальше. Ситуация выглядит следующим образом. Да, значит, всё-таки у нас ещё важный вопрос. Вот давай по ходу у нас просто лучше ответить, чем не ответить. Вот всё-таки с этим ленд-лизом, потому что они нас измучают, отдельные наши комментаторы. Они всё-таки считают, что мы играем словами, что ленд-лиз это что-то нечто более масштабное по поставкам вооружений. А мы отговариваемся, что это всё одно и то же, какая разница, как называется это всё грибом, полезая в кузовок. В принципе, вот подписанный в мае как раз-таки ленд-лиз Байденом, чем мог бы с твоей точки зрения отличаться от текущих поставок вооружений? Что такого судьбоносного в нём есть, что его принципиально отличает от поставок даже тех, которые мы сегодня обсуждали, на 12,5 миллиардов и так далее? Чтобы людей больше успокоить, нежели… Ну, давайте, наверное, наведём порядок в этом вопросе. Первое. Ленд-лиз – это не поставки. Ленд-лиз – это правовое положение, которое позволяет президенту США упростить организацию поставок и расширить их на Минклатуру. Всё. То есть, это процедура, которая позволяет президенту на коротке общаться с военно-промышленным комплексом, с Пентагоном и всё поставлять. Они это приняли, упростили ему процедуру. Вот эта процедура уже давно работает. Раз. Второй момент. Целью этого ленд-лизы, как неоднократно было заявлено, является полное перевооружение вооружённых сил Украины на западные морозы. Внимание, полное перевооружение. Вообще не останется советского оружия, будет только Запад. Это цель ленд-лизы. Программа, которая была написана, это полтора-два года была заявлена. Начало было год-полтора, потом её поправили реалистично, полтора-два года. Это означает, в том числе, авиацию, друзья мои. Вообще полный комплекс услуг. От банно-прачечных до аэрокосмических. Вот. Всё ленд-лизы, или программа перевооружения, осуществляется планово, иногда вне планово, когда мы требуем новой номенклатуры боеприпаса, вооружения техники в связи с обстановкой на фронте. Она всё идёт в теснейшем взаимодействии с нашим Министерством обороны, генеральным штабом и руководством страны. Когда тщательно взвешиваются все необходимости, грубо говоря, мы подаём лист необходимости, они на него реагируют в том или ином варианте, как они могут, исходя из своих соображений. По ленд-лизу, если вы помните, было отобрано 1300 предприятий, пентагоном американские, которые должны быть загружены этой программой переработки, вернее, перевооружения украинской армии. Кроме того, поставок союзникам, которые нам отдали своё советское вооружение, например, МиГ-29, танки там и так далее. А кроме того, с закупкой вооружения в других разных местах, а кроме того, производством оружия с американской военной промышленностью для американской армии и для украинской армии тоже. Вот четыре основных направления, по которым он работает. Периодически в рамках этого ленд-лиза выделяются крупные суммы. Вот 1 октября на носу, там туда-сюда нам выделили 12 миллиардов. Вот это как бы... И будут ещё выделять много, вкусно, потому что сказали, и мы это точно знаем, они сказали, что мы вас не бросим, сколько понадобится поддержки, столько и надо, столько она и будет отсуществляться. Целью является, напоминаю, разгром Российской Федерации физически здесь в Украине и её войск, и перевооружение украинской армии по итогам войны на западное вооружение полностью. Что и происходит. Оно будет идти планово, согласно программе, иногда внепланово, потому что понадобятся быстро новые средства. Но так или иначе, как бы всё будет хорошо. 12 миллиардов, поверьте, это хорошее подтверждение тому сакральному числу, на которое мы все долго ориентировались, 1 октября. Ну, вот вам 1 октября, вот вам 12 миллиардов новых. И они не последние. И промышленность работает. Она заработала где-то американская на цели Лен-Лиза где-то со средины июля, чуть с конца июля. Тут можно так деликатно сказать, пока нас никто не слышит, Марк, и мы с тобой здесь только вдвоём, что с 1 октября, может быть, пойдёт то, или в тех количествах, чего не ходило до сих пор. Но это пока нас никто не слышит. Осталось ждать-то чуть-чуть. Ну, оно же не сразу будет объявлено, правильно? Но некоторые намёки в предыдущем пакете мы видели. Например, антидроновое оружие. Например, там же напоминаешь, во всём, что сообщается открыто, есть ещё немало закрытых позиций, которые никому не сообщаются. Ну, так получилось. Ну, что же, смотри, вот первые звонки в канун завтрашней речуги Путина. Минобороны РФ заявляют, что призванные в рамках мобилизации после слаживания приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобождённых территорий. Понятно. Пока никакой. Слаживание от слова лажа, я так понимаю. Ну, они не разъясняют, но в любом случае речь звучит о контроле и обороне. Никто не говорит о вновь освобождении территории. Если они сколько-нибудь умные, они попытаются сыграть в эту игру. Что, типа, мы тут просто обороняемся, давайте статус-кво. Изначально. Они пробросят именно это. Давайте остановимся. Давайте остановимся взаимно. Ну, что, уже так получилось. Зачем же стрелять друг в друга? Братва не стрелять друг в друга. Но нет. Их ждёт масса сюрпризов на этом пути. И разочарается. Снова пойдём на Николаев Одессу, на Киев. Или же давайте вот там как-то обороной. У нас есть третий вариант. Или мы всех убьём. Наш вариант украинский. Да-да-да. Вот смотри, фееричная. Абсолютно фееричная история. Совершенно фееричная. Ну, ты видишь, что призывает русских Ванек, которые, значит, вот он был обычный обыватель, по преимуществу. Поддерживал, не поддерживал. Ладно. Особый разговор о всяких... Которые были абсолютно плоть от плоти, что называется. Верные сыночки. Вот я сегодня с удивлением узнал, его как-то лев прыгнул, лев рыгнул. Я не понимаю. В общем, есть какой-то кремлёвский блогер. Какой-то Лазуткин, Шмагуткин. Он перешёл границу. Уже вроде как уже в Грузии. Я вот... Те, кто нас из Грузии смотрит, вы его найдите, пожалуйста. За жопу, за голову отвезите его на этот... Переходный пункт и обратно выбросите. Он получал деньги от Кремля. И, в общем, он чем занимался? Он избивал на улице хипстеров. Что с них взять, да? Так сказать, он же связал с другими. И всё это снимал на камеру, это выкладывал, значит, там... Ну, и так далее. То есть, и таких много. Артист народный Скляр. Такой небезвестный. Игорь Скляр. Ну, в общем, был неплохой. Надо отдать должное артисту в юном душевном возрасте. Он снимался в известных картинах, как известно. Он, значит, заявили... Он большой. А, в Комарово. А, в Комарово. Да, вот этот Комарово. Значит, был заявлен, появился... Кто-то просто троллит. Они вкинули информацию, что он сам идёт за повесткой в военкомат. А он такой новороссовец. Он чистый прям. Вот прям Новороссия освобождает, Украина на нацистское государство. Ну, весь набор. И он, значит, типа, отправляется в зону боевых действий. Ну, ему так хорошо за 60... Понимаю, лет 65. Я не знаю точно. Ты удивишься. ТАСС опровергает. Он говорит, народный артист РФ Игорь Скляр опроверг ТАСС информацию о том, что он намерен отправиться в зону специальной военной операции на Украине. Ну, на Украине не я говорю, я читаю кремлёвские. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Скляр... О, которому в декабре исполнилось 65 лет. Планирует отправиться сначала на обучение в Ростов, а затем в зону спецоперации. Это неправда. Это чья-то шутка, сообщил артист. Ну, то есть... И они все такие. Хоть кому 20 лет, хоть кому 65. Надо вот прямо сказать, что вот это... Нужна ещё мобилизация была для того, чтобы выявить, что это одна сплошная крысятина. Такая вот вся вот эта среда психов. Тимати, Шмимати, вот это всё говно-то всё. А там сын Пескова... Ну... Они, значит, вот сейчас для них ну, как бы ситуация, ну, как тебе сказать... Ну, такая вот откровение, если хочешь. Понимаешь? Ну, покажи хоть одна... Что ты готов рискнуть своим очком. Понимаешь? И вот вы... Нет, это, говорит, шутка. Я никуда не собираюсь. Это же рушится негласный общественный договор, где россияне сидит в телевизоре о воюзе зелёной человеком. А вот эти все артисты и блогеры это пуговицы, которые отлетают, когда рвётся камзол. Тришкин кафтан, когда рвётся, это пуговицы отлетают. Между прочим, как этот ваш Арестович? Он же тоже обещал пойти на фронт, а, видишь, сидит сволочь, лощёная, да? И трендит, рассказывает про пацанов, которые там, значит... А он там никуда не пошёл. Но, Арестович, это работа ему поручили? Ой, я совсем забыл сказать. Да, это же моя работа, блин. Вот, блин, капец. Ну, ладно. Тогда-да. 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 А они что? Они не на работе разве? А блогер же тоже был на работе. Ну, был на работе и сбежал, заметьте. Сволочь. А я же не сбежал. Я герой. Они же все эти даже 7 месяцев рассказывали про то, что... Ну, вот, этот момент наступил. Вы же можете себя... Ну, как бы мы к ним не относились, но если бы я увидел реально, там, не которого в штабе заховали, а, ну, пошёл, смотрите, вы вот меня упрекали. Это, значит, Праханов в танке по Крещатику собирался. Смотри, что нужно было сделать Скляру? Скляру, если уже на то пошло, и он такой новороссовец, и хотел бы по этой линии, ему надо было явиться. О, врачай. Да, ему надо было явиться, ему нужно призваться, ему нужно было приехать куда-то там на линию фронта, и через пару недель обнаружить, что здоровье не позволяет. Реально, по результатам медкомиссии уволятся. То есть, никто бы сказал бы, чувак, ну, как бы, молодец, ты как бы в тренде, ты оговорил, у тебя слова соответствуют делам, ты отвечаешь за базар, но здоровье в 65 лет, мы же понимаем, это уже тут как бы... Да тут даже в 20 лет здоровье может подвести, что 65 лет? И всё, и он бы был на своей линии. Но, видимо, он сообразил, что это даже перспектива двух недель, это зашкаливающе. Слушай, это пошутили коллеги из театра, они очень любят такие розыгрыши. Нет, 100%, это чисто актёрская залепляющая. Да, да, да. Они куда-то слили, кто-то написал. А ты историю... Слушай, я уже не помню в этих бесконечных интервью, это на продолжение той же самой темы. Мы обсуждали историю журфака МГУ с тобой? Нет, мы не успеем. Там тоже впечатляюще. Замечательная история. Там было два студента, блогеры, которые, значит, радостно... Соплякам лет по 18-20 они радостно, значит, тянули журфак МГУ народ. Кто не знает, напоминаю, в советское время на журфак МГУ можно было попасть, только будучи подписантом в КГБ СССР. Потому что просто так... А это однозначно. И попасть не мог ни при каких обстоятельствах. Да не знаю, как сейчас, там горит какая-то золотая молодежь, но думаю, что примерно все то же самое. Так вот, значит, двое из них, верные путинцы, говорят, что мы поддержим Путина, какие-то видео записывали и так далее. Начинается травля всем факультетом. Она длилась больше месяца. Позавчера, по-моему, юноша с этим другом гулял по парку, обсуждая судьбы России. И на них напали отдокурсники и избили, как говорят. После чего он записал видео и сказал, ну как же так? Значит, вы оцените этот прикол. Что такое журфак МГУ? Это самая соль путинского чиновничества, богатеев, людей, дети бенефициаров и внуков бенефициаров этой системы. Такая золотая, консолидированная молодежь, плотно прошнурованная ФСБ и так далее. 100%. По аналогии это выглядит так. Как будто вот в Гарварде где-то там в 68-м году студенты Гарварда поймали двух студентов Академии ЦРУ и избили их за то, что те хотели, поддерживали войну во Вьетнаме, а эти против, при этом ходили в красных флагах. Точнее, да, не так. Студенты Академии ЦРУ побили, например, студентов Академии ФБР, замотавшись в красные флаги за поддержку этого самого. И вот тут, ты знаешь, в этом месте я начал верить в потенциал российского протеста. Не сразу, не завтра, но начал верить. Слушай, мы затравили даже в факе и в ГУ. Народ просто, вот он не знает, что это такое, что это за система, как она туда отбирается, кем она формируется, как дрессируется. Это, ну вот следующая ступень, это только курсанты Академии ФСБ избили своих однокурсников за поддержку Путина. Ну да, да, да. И то вопрос, что больше, как бы, да, и так далее. И вот тут, да, вот все говорят, что протест истухает, что вот значит это самое. Подождите, он нестухает, он приобретает иные формы, скажем так. Поэтому, да, тут я проследился и подумал, что да, еще не все потеряно в России. Я, пользуясь случаем, хочу передать моральную поддержку и большой привет студентам, которые, значит, вон так обошлись, ну, которые, скажем так, программу, назовем это программу воспитания в отношении своих однокурсников, поддерживающих Путина, юных блогеров, этот самый. Но, кстати, к чести этих юных блогеров они же не сбежали в Грузию, они еще держатся. Еще держатся. Не, погоди, это ж погоди, дай им трог, они, так сказать, снимутся. Я просто хочу сказать, да, действительно, добавлю, что журфак МГУ, он другим не мог быть. И вот знаменитый скончавшийся Есен Засурский как раз-таки и был таким куратором от Лубянки. Вот, сын его, который сейчас в Америке, кстати, Иван Засурский. Ну, абсолютно, плоть от плоти, такой же стукачок сейчас там находится, изображает, в Сан-Франциско изображает, значит, сына, патриарха журналистики. Все они, конечно, абсолютно лубянские выкормыши, естественно. И таким и был факультет. Из советских лет пережил, конечно, турбации, перетурбации 90-х, но, значит, в своем режиме существовал уже при Путине, вот как правильно описал его, описал Арестович. Тем не менее, там периодически происходили такие вещи, это не единственный такой случай, и, так сказать, другие годы тоже. Там и фронта была определенная, и такой, знаешь, либеральный прононс. Такие долго не удерживались, но это бывало еще на моем веку, так сказать, я это все наблюдал. Вот, но тем не менее, сейчас, конечно, это все уже прорежено основательно, там уже никаких ветров не допускается либеральных, но тем не менее, как видишь, вот какая-то среда матерых таких, молодых, она еще пока существует, но я думаю, их прорежут все равно, потому что процесс, который сейчас идет в России, он не оставляет шансов никому, вот, спрятаться за камешек там никому не удастся, ни хорошим, ни плохим, так что, если можете, избивайте впрок, потому что скоро и этой возможности не будет, так что на опережение работайте. Ну, что же, мы 45 минут в эфире, у нас завтра эфир будет, у нас завтра пятница и все по плану. Давайте буквально короткую информацию для вас. Мы говорили о том, что мы программу азовцев продолжаем выполнять и у нас мы перевели средства, сегодня я лично связался с Марьяной Мамоновой, которая вышла из азовского плена, ну, из числа азовцев она была в плену и родила девочку, об этом вот, по-моему, ты говорил, да? Мы ей перевели 2000 евро ее человеку, значит, я с ней поговорил, она в больнице все еще находится в связи с рождением ребенка, вот мы ей помогли и сейчас планируем помочь еще нескольким человекам. Мне прислали сведения о таком парнишке, который тоже был в плену, его мало того приговорили к смертной казни, его приговорили к смертной казни и звать этого парня как-то его старее господа, значит, зовут его не успел до эфира Фокт или Куща его, в общем, фамилия, но у него есть позывной, позывной, вот мы хотели бы ему тоже из нашего благотворительного проекта передать средства, потому что, ну, как бы парень молодой, ему надо как-то сейчас жить устраиваться, вот, если кто тоже знает, вы ему передайте, что мы с ним скоро свяжемся, потому что вроде бы телефон мне его прислал, а, ну, вот, зовут этого парня, извините за паузу, зовут его Кущ, 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 и позывной у него Фрост, по-моему, да, Фрост, такой молодой парень, позывной Фрост, Николай Кущ, его зовут, так что передайте Николаеву, если он нас еще не видит, что мы ему решили помочь в рамках нашей программы помощи, вышедшей из плена азовцам, вот телефон мне его передали, я ему позвоню, и мы с ним договоримся. Да, еще одна просьба, друзья, там было еще несколько беременных женщин, или вообще женщин, которых вернули, и если вы знаете контакты, да, давайте нам информацию. Нам очень сложно, я вот, некоторых людей приходится искать, не сразу, да, выходят их родственники, их общезнакомые, но надо, понимаете, как, я сразу объясню, средства перечисляют сам магазин напрямую, мы к средствам не имеем никакого отношения, сразу со счета на счет из самого магазина, поэтому для нас важны нормальные проверенные сведения, чтобы, ну, понимаете, как бы, один раз делай, это уже обратно не отвернешь, так что мы должны немножко еще и перепроверить, но в любом случае завтра мы продолжим все темы, нас ждут новые, правильно, во-первых, нас ждет новый дизайн для мерча, и по поводу продолжения вдруг неожиданно получила тема двух звезд, планетных тел, мы завтра подробно это все расскажем, и как решим, назвали в честь Фегина-Аристовича две планеты, я правильно понял? Двойную звезду назвали, не успели доупомянуть в эфире, как уже прислали нам сертификат о том, что двойная звезда. Прислали сертификат, кто-то взял, назвал... Теперь есть в галактике звезды, которые называются Фегин-Аристович, да, двойная звезда. Да, и чтобы нам помочь как-то вот в нашей программе, мы сейчас подумаем, как можно этот сертификат кому-нибудь просто продать, как говорится, пусть забирают, и помогут кому-то из наших потенциальных получателей помощи, помощи, вот из числа разных военнослужащих, в частности, которые вышли из плена и очень там сильно пострадали. Об этом я знаю точно, но пока говорить мы об этом не можем, чтобы не навредить тем, кто остается в плену, поэтому мы эти темы пока не освещаем. Ну что же, Алексей, спасибо тебе огромное, значит, нас больше 500 тысяч смотрело, размещайте ссылки на этот эфир и обязательно подписывайтесь на канал Фегин Лайф, на мой канал и Алексея Арисовича. Всего доброго и до завтра.